Проект активистов БРСМ «Открытый диалог» — это широкая дискуссионная площадка, которая даёт возможность молодёжи поднимать острые проблемы и задавать вопросы представителям органов власти, политикам, предпринимателям, общественным деятелям. Принять участие в этом масштабном обсуждении могли представители всех областей. Ведь главный вопрос, который поднимали на открытом диалоге, касался молодёжных инициатив, а также реалий и перспектив молодёжи страны. Каждый желающий будет задать вопрос. Вопрос есть и от Бельской области, это предложение по усовершенствованию в рамках 100 идей для Беларуси проектов. Конечно, нас очень сильно волнует вопрос молодых специалистов. И, конечно, я уверен, что буквально с следующего месяца мы конкретно займёмся молодыми специалистами, потому что в августе они придут. Мы подготовим различные площадки для реализации молодых специалистов. Конечно, поднимем институт наставничества. Очень хочется нам провести различные мероприятия, тренинги на командообразование во всех регионах. На открытом диалоге активно обсуждали и перспективные молодёжные инициативы. В числе лучших 100 идей для Беларуси, а в числе участников открытого диалога победительница проекта Татьяна Синявская. Исполнившись мне только 14 лет, я сразу же стала членом БРСЭМ и продолжаю активное участие во всех молодёжных инициативах. Поэтому 100 идей для Беларуси, проект, которому в этом году исполняется 10 лет, это тоже шанс где-то себя зарекомендовать, найти нужных партнёров, присмотреть какие-то тоже интересные идеи для воплощения в будущем у себя в регионах. Немаловажно, что в рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Белорусского республиканского союза молодёжи и Национального центра правовой информации Республики Беларусь, а значит и о совместном взаимодействии и правовом сопровождении молодёжи.